Давайте мы продолжим с того места, на котором остановились. 326 Е. Почему же многие сыновья доблестных отцов все-таки выходят плохими? Итак, согласен с протагодом. Ну, то есть невозможно отрицать, что два сына пиликла. И к линии это люди, которым не стоит доверять вообще ничего, не то что государство. Узнай в свою очередь и это. Ничего здесь нет удивительного, коли я верно сейчас говорю, что в этом деле добродетели не должно быть невежды. Или же иначе не быть государством. Вот это вот, если я правду сейчас говорю. Ну, если я прав, да? Если я прав. Если в самом деле так оно и есть, как я говорю, оно уж, наверное, обстоит не иначе, то поразмыслия об этом, я бы для примера другое такое водное занятие или науку. Допустим, государство не могло бы существовать, если бы все мы, каждый, насколько может, не были бы фритистами. Допустим, что любого, кто нехорошо играет, всякий стал бы учить и бронить от своего лица и от лица народа. Итак, давай мы объединим добродетель и искусство. Представим, что добродетель и есть искусство. И положим, что в этом деле никто не стал бы завидовать другим, подобно тому, как теперь никто не завидует справедливости других, их послушания и законов. Заметьте, что это замечание подсказывает нам, чему завидуют-то. Завидуют как раз несправедливости и нарушению законов. Но только какому нарушению законов и какой несправедливости завидуют? Ну, они завидуют могущественным людям. То есть тем, кто не попадается? Да. Да, так хорошо. Не делал бы секреты своего мастерства, как выступают обычно теперь различные мастера. Ведь нам, я думаю, полезна взаимная справедливость и добродетель. Вот почему всякие усердно толкают другого о справедливом и законном. И дает наставление. Протагон считает, что польза от всеобщей справедливости нам, ведь, я думаю, нам полезна взаимная справедливость и добродетель, является основанием для того, чтобы человек, ну, в данном случае протагон поддерживал справедливость. Он потом пояснит, что он имеет в виду. Каждый является хоть сколько-нибудь справедливым. В какой-то мере. Включая и учителя справедливости. Помните, кто обучает справедливости, да? Получается, что обучение справедливости как знание и справедливость как практика – это разные вещи. Какой еще? Обучение справедливости и справедливость как практика – это не одно и то же. Почему? Ну, потому что, мне кажется, и речь об имитации справедливости, да? Как мы можем имитировать справедливость, если мы не знаем ничего о ней. Ну да, если мы не знаем, что это такое, да. То есть они могут совпадать, но это не обязательно. Да, да, да. То есть смотрите, учитель игры на флейте может играть гораздо лучше, чем тот, кого он учит. Ну это вообще не... Да, иначе бы он не был учитель. Да, но если справедливость является результатом обучения, то тот, кто обучает справедливости, должен быть гораздо более справедлив, чем обучаемый. Смотрите, добродетель справедливости, практика справедливости и знание о том, что такое справедливо, это разные вещи. Практиковать справедливость можно в гораздо более низком уровне, чем знать, что такое справедливость. Протагон возвращается к идее выгоды. Почему протагон учит справедливости и добродетели? Потому что для него лично это выгодно. Так вот, если бы и выгодно на флейте у нас была бы полная готовность усердной и беззависти учить друг друга, думаешь ли ты, Сократ, что и тогда сыновья хороших политистов становились бы хорошими политистами? Становья плохих. Вот, вот. Представим, что добродетель – это искусство. Если добродетель – это искусство, то, как и любое другое искусство, к тому, чтобы владеть им в совершенстве, нужно что? Естественная предрасположенность. Да, а талант не передается вместе с генами и с кровью. Ну, интересно, кто-то говорит, природа хочет, чтобы у хороших людей рождались хорошие люди, но этого не получается. Вот так же и тут. И так же и с Сократом. И так же и в случае с Перихломом и его детьми. Да. К чему приходит протокол? К природе. То есть естественные предрасположенности. Да? То есть естественные предрасположенности, то есть неполной материальности человека. Ну, в душе какой-то. Если речь идет о справедливости, то да. Зачем? Искусствами могут владеть не все. Это признает и Зевс, и Гермес, и протокол. Для искусств нужна естественная предрасположенность. Да. И не все могут владеть хорошо. То есть понятно, что можно… Да, можно научить человека жить, но естественно хорошо жить это надо обладать талантом. Да. Точно так же, как и играть на кефаре и все остальное. Так вот, если бы и в игре на плейте у нас была бы полная готовность усердно и без зависти учить друг другу, думаешь ли ты, Сократ, что и тогда сыновья хороших политистов становились бы хорошими политистами скорее? Остановимся. Нет, достаточно, достаточно. Протокол наконец-то отделяет политистов и так и техне от политической добродетели, от моральности. Моральность для всех. Политическое искусство не для всех, а только для талантливых. Только для тех, кто обладает естественной предрасположенностью. И, конечно, нехорошими, но хорошими политистами в смысле выдающимися. Помните, ведь это, причем это ровно то слово, которое потребляет Гиппократ, когда он объясняет, кем он хочет стать. Он хочет стать выдающимся человеком в государстве. И протокол говорит, сыновья выдающихся флейтистов не становятся выдающимися флейтистами. Думаю, что нет. Кто от природы оказался бы очень способен к игре на плите, тот бы слитами и прославился. Итак, помимо богатства, могущественные должны обладать еще и природой, чтобы быть могущественными. Более того, вспоминайте Зевса. Зевс говорил, что все должны иметь стыд и правду, но он не говорил, в каких количествах. Иными словами он не говорил, что люди должны быть добродетельными в одинаковой степени. Протогор говорит правду. По природе своей человек – это варвар. У него нет духовности никакой. Он живет как животное. Только воспитание посредством наказания делает большинство людей цивилизованными. Плохо цивилизованными, но цивилизованными. Хотя бы немножко. Сам же Протогор не занимается обучением таких людей, потому что некоторых людей их природа делает пригодными к более высокой степени цивилизованности, к более высокой степени добродетельности. Так Протогор говорит Сократу правду без всяких сказок и мифов. То, что он в мире сказал открытый. Думаю, что нет. Кто от природы оказался бы очень способен к игре на флейте, тот бы слетами и прославился, чей бы он ни был сын. А кто не способен, остался бы в неизвестности. Да, понятно, почему Протогор так говорит. Потому что сам Протогор как раз-таки из безызвестных он носительщик. И снова, цель-то какая? Еще раз. Кто от природы оказался бы очень способен к игре на флейте, тот бы слетами и прославился. Достаточно. Какая цель-то? Числав. Да, конечно, конечно. Числавие является залогом. Можно ли сказать, что Протогор учит людей не Числавию, а стрелять? Нет, 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 нельзя. Только те, кто уже числавные и тех, кого в детстве. То есть Протогор не занимается историей. Помните, как вселяется мальчик в Числавие. Перед ними дают примеры из людей древности и из древних законодателей. То есть, заметьте, какие примеры называет Протогор? Два древние доблестные мужи, то есть мужественные люди и законодатели. Больше ни на кого ориентироваться будущий могущественный человек не должен. И то есть он берет только тех, в коме есть это? Нет. Он берет всех, потому что он делает это за деньги. Но только те, в ком есть Числавие, идут к нему сами. Нет, идут к нему сами. Другое дело, что успешными из них оказываются только те, кто при этом еще обладает талантом. Хорошо. Если Алкивиад сам к нему пришел, значит, он Числавий. Конечно, Алкивиад Числавий. Какой вопрос? Алкивиад и есть Числавие. Помните, я же говорил вам, он Эрота выбил у себя на щите. Да, он вечно стремящийся. Числавий не смущил? Нет. Протагор пользуется Числавием с точки зрения Сократа, чтобы разозвратить. Да. Сократ, наоборот, пользуется Числавием, чтобы пристыдить и заставить себя слушать. Но опять же, помните, что Сократ тоже разозвращает. Алкивиад и не разозвращает. Да. Но Алкивиад – это загадка природы. То есть, получается, аудитория Протагора из трех категорий строится. Ну да, нет, из двух. Почему? Из трех, из трех. Те, кто идут сами, те, кто готов просто заплатить за эти деньги? Нет, 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 нет. Смотрите, это Числавные, они сами идут к Протагору, все Протагору их не ищут. Это Богатые, потому что они ему должны заплатить. И это Талантливые, потому что вот их он и будет воспитывать. Остальных... Нет. С остальных он просто... Нет, что вы хотите сказать? Из этих двух... Так это все одна и та же категория людей. Это все одни и те же люди. Смотрите, Числавные бывают богатые, бывают бедные. Если вы Числавные и богатые, вы идете к Протагору. Протагор вас берется учить. Если вы Числавный, богатый и при этом еще и Талантливый, вы чему-то научитесь. Да. А если вы Числавные и бедные? Протагор не будет. Тогда вам к Сократу. Но Сократ не берет Числавных, потому что он сам не Числавный. То есть получается вот эти три... Смотрите, у Сократа нет ни Числавия, ни стыда. Диалектика. Числавие подразумевает свою противоположность. То есть у Сократа главное вот этот Талант? Ну да. Для Сократа, вы хотите сказать? Для Сократа. Да, 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 да. Сократ как раз ищет тех, кто обладает... Да, да, да. Вот. А Протагор нельзя сказать, что это три типа, но это скорее как составляющие для именно успеха. Да, они входят в одну... Это в одну категорию. Да, конечно. Сократ учил Алкивиаду. Соблазнял Алкивиаду, да. Охотился на Алкивиаду. Не учить Числав. Учить Числав. Да. Смотрите внимательно. Ведь это и есть первый успешный акт охоты, когда Сократ доказывает Алкивиаду, например, и Протагора, что Числавие не имеет значения, что Числавие – это слабость, а не сила. Как Сократ пристыдил Числавного Гиппократа и заставил себя слушать, так Сократ побеждает Числавного Протагора. Если вы откроете для сравнения Ксенофонта, воспоминания Сократа, то прямо скажет, что Алкивиад и Крифи ходили за Сократом только потому, что считали, что Сократ сможет сделать их сильными в политике. То есть из-за Числавия. И бросили, как только Сократ сделал их сильными в политике. Открываете Ксенофонта и там же, помните его разговор с Софистом, Антисфеном, если я не ошибаюсь, где, нет, не важно с кем, где Сократ говорит, я не иду в политику, я делаю людей политиками. Каких людей ты делаешь политиками? Числавных. Потому что другим людям в политике нет места. Но опять же, в политике нет места каким людям? Вологии Сократ говорит, каким людям нет места в политике? Ну вы что? Неужели я, по-вашему, смог бы прожить столько лет, если бы вплотную занимался политическими делами? И при том, как подобает справедливому человеку, спешил бы на помощь справедливым и считал бы это самым важным, как оно следует? Каким людям нет места в политике? Справедливым, естественным. Да, политик всегда несправедливый. В политике нет места справедливым людям. Несправедливость и тщеславие связаны вместе. Но вы помните, что для того, чтобы продолжить это обсуждение про поводу Сократа и Алкивиада, надо придется прочесть четыре диалога, связанных темы Алкивиада. Это Протагор, Алкивиад первый, Алкивиад второй, пир. Первая охота, общение, завершение охоты, когда Алкивиад признается, в чем он признается. Часто от хорошего флейтиста происходил бы плохой, от плохого хороший. Однако все они были бы сносными флейтистами по сравнению с неучими, с теми, кто ничего не смыслит в игре на флейте. Да, сыновья Перикла, это тот, что бросает тот упрек, который Сократ бросает Периклу. Сыновья Перикла дураки, но они все равно цивилизованные люди. То есть они все равно обладают политическими добродетелями. Повторюсь, они не бегают и не убивают направо-налево всех подряд. Не сбивают старушек там на своих колесницах и прочие вещи. Примени это и здесь. Если какой-нибудь человек представляется тебе самым несправедливым среди тех, кто воспитан между людьми в повиновении законом... Помните, я говорил вам о варварах и говорил Минон? Вот настолько я хорошо помню Протогора. Естественно, это Протогор сам и говорит. Он все-таки справедлив и даже мастер в вопросах законности. Если судить о нем по сравнению с людьми, у которых нет ни воспитания, ни судилищ, ни законов, ни особой необходимости во всем деле заботиться о добродетели... Достаточно. Что это за люди-то? Это варвары. Протогор говорит, что справедливость и политические добродетели в целом они относительны. У варваров их вообще нет. Они живут в диком, в естественном состоянии. А преодолевается это естественное состояние путем наказания, как мы помним. Таким образом получается, что не Протогор обвиняет Афинян, а Сократ обвиняет Афинян, а Протогор их защищает. Сократ говорит, Афиняне вообще ничего не понимают в политике. И поэтому существует демократия в протоколе людей. Посмотри на варваров. Вот кто ничего не понимает в политике. У них там вообще ничего нет. Но они несправедливы. Кто? И я несправедлива. Варвары? Нет, они находятся в естественном состоянии, поэтому у них нет справедливости. Они там друг друга... Ну как это? Они там друг друга режут, колют, бьют, насилуют. Что так не делают друг с другом? Ну опять же, они справедливы, но в минимальном отношении. То есть их воспитание не цивилизованное. Получается, что протокол говорит, что у справедливости есть колютация. Есть совсем низкая, как у варваров, есть повыше, как у афинян, есть еще выше, как у мужей. То есть, грубо говоря, высшая справедливость это представляется, что... Нет, высшая справедливость состоит в том, чтобы править теми, кто стоит ниже тебя. И это все равно справедливо? То есть это не... Но это не та справедливость. Смотрите, это справедливость. Помните, смотрите, естественная иерархия людей. Конечно, справедливо, чтобы тот, кто стоит во главе естественной иерархии, управлял всеми остальными. Как Сократ пытается построить, помните, в облаках иерархию знания. Если я знаю больше, чем вы, то вы должны подчиняться. Да? Но, естественно, в демократическом сообществе это невозможно. Поэтому умедленность сильных будет состоять в том, чтобы они притворяли справедливыми в том смысле справедливости, в которой его понимает большинство. То есть подчиняющийся всеобщим законам. Я поняла. Хорошо, хорошо. Законодатель, великий древний законодатель и протогор как законодатель. Это и есть создатель справедливости, потому что он создатель законов. Но возникает вопрос, должен ли законодатель подчиняться законам, которые он создал. Протогор отвечает на публику сто процентов, иначе законы рухнут. Если динаминой и есть те, кто держит в руках государственный строй, то они первые, кто заинтересован в том, чтобы все остальные верили в этот государственный строй. Даже если сами они не верят, это ровно та причина, по которой динаминой ходят в церкви, ну, ходят в храмы. То есть они следуют ритуалу. Они изображают из себя справедливых. Наверное, очутившись среди таких людей, и ты, подобно человеконенавистникам в его хоре, рад был. Куда-то бы убежали, я что-то уже не понимаю. Например, с какими-нибудь дикарями вроде тех, что в прошлом году поэт Феррик Рад вывел на линиях. Да, и вот тут проблема. Эта реманка полностью уничтожает нашу красивую точную дату диалога в 332-й год. Эта комедия... 432-й год. Да. Вы открыли с носку. Эта комедия была выпущена на 10 лет позже. Война уже в самом разгаре. В этом смысле некоторые комментарии, комментаторы говорят, что платановские диалоги, они как «Алиса в стране чудес». Они никогда не ясны, что и где, и когда это происходит. То есть если бы не эта реманка, точная дата не была бы проблемой. Но мы точно знаем, что ведь войны еще нет. И точно знаем, что комедия происходит в разгар войны. Как соединить эти два момента? Мы, наверное, никогда не сможем их соединить, потому что надо знать, что именно было... Потому что у нас не точная дата войны? Нет, 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 дата войны у нас точная, спасибо Фуки Диду. Нет, как быть, что именно вывел Ваэд Филикрат на Ленеях? То есть если мы не знаем культурные отсылки, мы не можем ее понять. Единственное, что мы можем отметить, вот эта фраза портит датировку диалога полностью. Но тут как бы нельзя делать другое отсылки, потому что написано, что в Кавейде было дикари, и тут как раз идет... Нет, нет, ну что, можно было бы все что угодно придумать, Платон же это написал. То есть Платон сел и подумал. Помните... А это будет просто историческая ошибка Платона? Нет, 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 тогда вы говорите, что Платон сумасшедший, а значит все может быть ошибкой плана. Помните, я приводил вам в пример, очень хороший, на мой взгляд, пример, экономику ксенофонта. Я слышал его разговор, да, спустя 20 лет, как ты оттуда уехал, и это все случилось. Ровно так же и здесь. Здесь говорится прям, что в прошлом году... Нет, 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 так там тоже самое говорится. Там в середине экономики Сократ говорит, Кир-младший умер. Кир-младший умер, когда вместе с Киром-младшим уже был ксенофон, и значит ксенофон не мог слышать этого диалога, потому что он не был в Афинах, когда Кир-младший умер, и он не вернулся в Афины никогда после этого. Соответственно, его там не может быть, но диалог начинается со фразы «Я слышал однажды такую его речь, как здесь быть?» Единственное, что мы понимаем, что историчность вообще никого не интересует здесь. Была эта беседа, не было этой беседы, та дата, не та дата, те люди, не те люди, нас это не интересует, нас должно интересовать наполнение. Почему тогда нас интересовал тот факт? Нет, почему вы объясняли, почему интересовал? Да, да. Что вот за год и начало войны. Да, Потому что Сократ изменится после войны. Да, да, да. Но смотрите, тогда мы можем только сказать до начала войны. Но заметьте, и до начала войны, и после ее начала, потому что 10 лет разница. Могу ответить на ваши вопросы, я боюсь, что сейчас никто не может. Это большая трудность, но она только показывает, что история как таковая не очень важна. Историчность происходящего. Это идеализация. Наверное, очутившись среди таких людей, ты, подобный человек-ненавистник, о его хоре, рад был бы встретить хоть Эврибата или... Эврибата и Фринонда. Да. И рыдал бы, тоскуя, по испорченности задержанных жителей. Ты теперь избалован, Сократ, потому что здесь все учат добродетелей, кто во что гораст. И ты никем не доволен. Помните, да, что Сократ как раз это и бросает в лицо обвинителю в апологии. Я один порчу, а все остальные делают лучше. Все остальные учат добродетелей, только я развлащаю. Точно так же, если бы ты стал искать учителя эллинского языка. И заметьте, протокол снова сравнивает политическую добродетель с языком, то есть с вещью, которую обучаются с детства, не научаясь. Вы не знаете русского языка. Вы практикуете русский язык, но вы не знаете русского языка. Там было написано, что с голоса сначала, а потом учить писать. Да, 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 да. Но важно-то другое, что добродетели обучаются так же, как и языку, не зная ее, не зная, что она такое. И снова, говорить просто и говорить искусно со знанием языка, это две разные вещи. Все говорят по-гречески, но только некоторые говорят по-гречески хорошо. Кто? Ораторы, ораторы, туристы, риторика, конечно. Протокол по свидетельству Диагена Лаэльце и Аристотеля это первые, кто стал изучать язык, греческий язык. То есть сознательно изучать именно то, как язык работает. А вот то, что там учат грамматику? Протик, вы хотите сказать? А, грамматик? Нет, нет, нет. Смотрите, когда вас учат, смотрите, скажите мне, пожалуйста, можете ли вы назвать все времена русского языка? О, нет. Нет, их всего три. Вы даже этого не можете. Прошлое и будущее, хорошо. А сколько склонений в русском языке? Три, да. Три склонения в русском языке. Хорошо, но какие окончания каждое склонение заканчиваются? Значит, первое склонение. Хорошо, сколько падежей в русском языке? Шесть. Назовите эти падежи и, соответственно, хорошо. Вы можете, давайте так, вы можете назвать все шесть падежей? Отлично. А теперь скажите, вы знаете, какими падежами управляют какие глаголы в русском языке? Можете назвать все глаголы, которые управляют предложенным падежом? Употребление которых заставляет существительное стать предложенного падежа. Но я могу сделать это за этот вопрос. Нет, я хочу, чтобы вы назвали глаголы. Список, он небольшой, он окончательный. Пользуйтесь языком, но вы не лингвист. Так вот, граматика это что такое? Граматика это базовые знания. Это базовые знания. И снова протокол есть градация. Варвары, они на то и варвары, что слово варвар значит вообще ничего не говорит. Есть варвары, которые вообще ничего не понимают в языке. Есть греки из толпы, которые умеют говорить по-гречески, но не знают греческого языка. И есть знатоки. Есть те, кого хорошо научили, и есть знатоки. То есть получается, что протокол, он как первый филолог, но грамматики, то есть, как у нас, допустим, в школе, учит русский язык. Это вот и есть грамматика. Да, то есть... Протокол, он как филолог, то есть прям... Знаток языка, да. Что значит учат грамматики? Учат читать и писать. Ну, то есть, вот эти базовые... То есть, что такое буквы? Да, 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 Здесь все учат добродетели, кто во что гораст. И ты никем не доводен. Вот это и проблема. Все учат добродетели, кто во что гораст. Каждый является учителем языка точно так же, как каждый является учителем добродетели. И ты никем не доводен. Да. Почему? Потому что Сократ не демократ. И значит, он предполагает, что политическое знание существует, а значит, предполагает, что существуют эксперты политического знания. Смотри, философы. Так что Сократ же... Сократ не демократ. Сократ ставит перед протогором Проблему, ты говоришь, что ты учишь политическому Искусству, а я говорю, что в Афине И считай, что его не существует Да, да, и протогор доказывает Опять же С помощью чего он доказывает? С помощью гигантской Речи, вы увидите, что Сократу Это не нравится, очень не нравится Не любит ангеменские речи, мы дойдем до этого Потом Точно так же, если бы ты стал искать учителя Эллинского языка, то верно Не нашлось бы ни одного Я думаю, что если бы ты стал искать, кто бы у нас Мог обучиться на вере Ремесленников На вере искусства, да? Тому самому, да, конечно Тому самому ремеслу, которое они Переняли от своего отца в той же мере Какой владел им отец и его товарищи По ремеслу Словом, искать того, кто мог бы получить таких Я думаю, Сократ, нелегко было бы Отыскать им учителя Отлично, смотрите Все отцы мужей Хотят, чтобы их сыновья Были такими же практикантами Политического искусства Как они сами Но, к сожалению, они и сами Порой не могут хорошо этому научить Да, для этого нужен специальный учитель Конечно, кто это? Протогор Протогор про себя же говорит Было бы странно, если бы он сказал Ну еще и против Еще и к нему идите Нет, смотрите Протогор учит лучше, чем учат отцы Но это разница между ним и Сократом Он не вызывает зависти у отцов Сократ вызывает зависть у отцов Протогор не вызывает Потому что Протогор учит специфическому искусству И все Более того Протогор учит не просто людей Он учит юношей В том смысле, что они как чистый лист Не то, что они еще не знают И в этом смысле их легче научить чему-то Легче отцы чему-то учат Вот у вас что-то разное Учат Да, но это какие отцы учат-то? Это нищие учат А богатые сразу отдают Всю личную школу Помните, что Протогор ранее сказал Сыновья богатых Это те, кто раньше всех начинает учиться И позже всех заканчивает Соответственно, позже всех заканчивают Это значит, переходят к Протогор после школы То же самое, когда дело касается добродетелей И всего прочего Но если кто хоть немного лучше нас Умеет вести людей вперед по пути добродетелей То нужно и тем быть довольным Думаю, что и я из таких И что более Ага, значит, учителей-то много Да, я из таких Но И что? И что более прочих людей Могу быть полезен другим Да, но Протогор более прочих людей Может быть То есть круг сужается И помочь им стать достойными людьми Этим я заслуживаю Взнимаемые платы И даже еще большие Вот То есть смотрите Протогор не просто справедлив Требуя ровно столько Сколько он заслуживает Он еще и умерен Потому что он требует Меньше, чем заслуживает И снова справедливость и умеренность Противопоставляются друг другу Справедливость требовала бы Чтобы философ Был бы во главе государства Но как мы знаем из государства Философ никогда не захочет Быть во главе государства Его надо заставить Быть во главе государства Но это значит, что философ не может быть справедливым. Что его можно заставить быть справедливым, заставить подчиниться на самом деле справедливым. Как? И говорит Протагон. Поэтому оплату я взимаю вот какими-то разными. А теперь самое важное. Вы помните, почему Протагон так много напирал на благочестие? И почему он начал со слов «с Богом»? Итак? Кто мне обучается, тот, если хочет, платит, сколько я назначу. Если же он не согласен, пусть пойдет в храм. Заверит там клятвенно, сколько, по его мнению, стоят мои лороки. И столько мне нужно. Да, если не будет благочестия, то очевидно, что люди будут идти в храм. Клятвенно заверять, что стоит он ничего. И платить ему ничего. Мне кажется, здесь априори сумма должна быть больше той, которую он назначил. Нет, наоборот, меньше. То есть я считаю, что ты стоишь меньше, чем... Он же до этого... Ну вот, что... А, тут вообще все платят меньше, чем... Да. Нет, ну даже меньше, еще меньше, чем он назначил. Ну, либо они платят то, что... Он назначает им, а если они не согласны... Либо в усмотрении учеников. Да, да. Да. Ну, а если они... Нет, еще раз. Поэтому оплату я взимаю вот каким образом. Кто у меня обучается, тот, если хочет, платит, сколько я назначу. Если не согласен, ну, очевидно, не согласен в сторону уменьшения. А-а-а. Да? Пусть пойдет в храм и поклянется там, что я столько и стою, сколько он хочет дать. Тогда я возьму. А, то он как бы давит на... Нет. Это значит, что и он тоже зависит от благочестия. Вы, когда клянетесь... Вы же клянетесь богами. Вы не клянетесь просто так. Да. Это значит, что вы, чтобы клясться богами, вы должны верить в богов. Если какой-то ученик не понял, чему учит протогор, протогор посылает его в храм набираться благочестия. Так он может для вида сделать вид, что... Так в том-то и дело. Естественно. Естественно. Но в этом и разница между мудрым и благочестивым. Я просто не понимаю. Вот, допустим, у меня нет денег, но я очень хочу учаться у него. И он говорит, ну хорошо, иди в церковь. Я иду, спокойно говорю, что... Ну я же не верю. Вот, 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 вот. Смотрите внимательно. Если вы благочестивы, если вы действительно верите, сможете ли вы обмануть... Богов. Бога, да. В которого у нас существует. Нет, в которого вы верите. Я не верю. Вот. Еще раз. Пойдите... Пойдите этот путь вместе со мной. К протогору приходит ученик. И говорит, что я не могу платить столько, сколько ты просишь. Я могу платить меньше. Протогор говорит, иди в храм и поклянись, что ты считаешь, что мои уроки не стоят столько, сколько я требую. Поклянись перед богами. Если ученик идет и клянется и вносит меньше, чем протогор требует, значит ученик что? Не верит в богов. Он его обманывает. Если ученик не верит в богов, это подходящий для протогора ученик. Если же он верит в богов, конечно, он не пойдет клясться. Да. Ну вот. Видите? И значит, протогор машет ему ручкой. Класс. Вас не было. Мы ведь читали отрывок из Минона, где Сократ говорит, что протогор 40 лет возвращал молодежь, и никто не замечал. У всех на глазах прямо. И требовал кучу денег, оказался дико богат. Как тест. Да, конечно, конечно, конечно. Богатые и могущественные, естественно, могут позволить себе протогора. Но среди небогатых и, следовательно, немогущественных, возникает отсев благочестие или нет? Да. Да. Ну, получается, что среди богатых вам подачи, которые верят вам? Таких нет среди богатых. Среди детей богатых тоже? Среди могущественных таких не может быть. Они же не учат детей этому. Как они? Конечно. А, и уже с самого детства. Елаш, мы разобрались. Так, Сократ, сказал он, я изложил тебе и миф, и доказательства того, что можно научить добродетели. Таково же мнение и афинян. И нет ничего удивительного, если у хороших отцов бывают негодные сыновья. А у негодных хорошие. Вот, например, сыновья поликлета, сверстники Парала и нашего Ксантипа, ничего не стоят по сравнению со своим отцом. Итак, протокол согласен с афинянами, находится в согласии с афинянами, и он в противоположность Сократу. И он же в противоположность Сократу считает, что безнадежные сыновья не так уж и безнадежны. Сейчас дочитаем. То же самое сыновья других мастеров. Но не надо их в этом винить, они еще не безнадежны, ведь они молоды. Ведь они молоды. И что они могут сделать? Учиться. Пойти учиться к протоколу. Но если у них нет способности? Ну, если у них нет способности, они могут научиться какой-то части. Соответственно. Произнеся на показ нам такую длинную и превосходную речь. Итак, о каких добродетелях говорил протокол? Вообще? Четырех, да. В этой гигантской своей речи. Благочестие. Благочестие. Благочестие, умеренность. Умеренность. Справедливости. И? И господи. И мужестве. И мужестве. Чего не хватает? Мудрости. Протокол нигде не произнес еще ни слова о мудрости. И не произнесет, пока Сократ его не заставит. Хотя протокол и признает, что мудрость признает в самом конце, причем самостоятельно, без давления со стороны Сократа, что мудрость – это главное добродетель, и что она должна управлять всей человеческой жизнью. Очевидно, протокол считает, что мудрость не касается политических добродетелей. Место мудрости в этой четверице что занимает? Мы же знаем четыре классических добродетеля. Место мудрости что занимает? Назовите четыре классических добродетеля. Да, место мудрости занимает благочестие. Большинство людей, подавляющее большинство, не мудры, не умны, они глупы. Что-то должно заменить им мудрость. Это что-то велофагов. Она же, помните, и гарантирует социальность. Именно потому, что большинство людей не могут социальность. Практически все, на самом деле. Таким образом, протокол... Да. А мудрости у нас помогает социальность, правильно? Да, конечно. Значит, мудрых людей будут родины социальность. Да, 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 да. Об этом мы и говорим, когда говорим о противостоянии философа и города, обсуждая по логии. Что такое социальность? Социальность это, а, следование нормам общества, б, жизнь ради общества в целом. То есть, следование нормам это минимум, а максимум это полностью посвятить себя помощи обществу. То есть, жить ради общества. Может ли философ жить ради общества? Выполняет ли он минимальные социальные требования? Сократ говорит, что выполняет. Но мы-то знаем, что нет. То есть, Сократ говорит, я был на войне, когда меня туда призвали, и я поклоняюсь богам. Более того, вспомните человека, наученного Сократом. Алкивиада. Что Алкивиад думает по поводу его отношений с обществом? Что представляет для Алкивиада ценность? Этим Алкивиад отличается от Наполеона, Цезаря и так далее. Да. Для Наполеона и Цезаря ценность – это государство Рим или Франция. Для Алкивиада ценность – это Алкивиад. Поэтому он предает Афины, когда это нужно, предает Спарту, когда это нужно, и собирается предать Персию. И предаст Персию, когда это будет нужно. Потому что величайшая ценность – это сам Алкивиад. Конечно, этот человек асоциальный, настолько, насколько это возможно. А, я еще один вопрос. Конечно. Алкивиад, он могущественный или мудрый? Он исключение? В смысле, ну, мужественный или мудрый. Потому что могущественный – это нормально. Да, да, он исключение. Мы подозреваем, что он исключение. И единственное исключение за всю историю. Потому что ни Наполеон, ни Цезарь не приближаются к… Не видят в себе ценности. Да, помните? Цезаринский. А? И Македонский тоже. Помните, Македонский идет строить империю. Цезарь переходит в Рубикон, чтобы защитить республику. Наполеон для того, чтобы защитить… Да, республика в опасности. Но из республика в опасности Алкивиад уехал. Да, да. Более того, Алкивиад и есть тот, кто подставляет республику под опасность. Почему? Потому что республика оказывается неспособной выполнить его планы по захвату мира. Помните, да? Он убеждает афинян плыть в сицилийскую экспедицию. Там афиняне передумывают. И он, естественно, уничтожает, предавая их. Почему они заслуживают наказания? Потому что они не выполнили его план по захвату мира. Помните? Сицилия, Карфаген, Египет, весь мир. Протогор не убегает от той проблемы, не уходит от той проблемы, которую мы с вами обсуждаем. С одной стороны, знания не существует. С другой стороны, существует природа человека, которой, возможно, некое знание. С одной стороны, природы человека нет. Он полностью материален. Он полностью из атомов состоит. Он полностью гол. С другой стороны, есть талантливые люди, есть несталантные. То есть, есть какая-то природа, которая делает одного человека лучше другого. Если человек полностью материален, ничто не делает одного человека лучше другого. Если у человека нет естественной цели, мы не можем сказать, что человек X лучше, чем человек Y. Но протогор делит людей и делит их на основании их таланта. На основании их природного дарования. Если существует природное дарование, следовательно, существует природа человека, следовательно, существует природная цель для человека. И если она существует, мы можем построить естественную иерархию людей. Где наверху будут стоять те, кто приближается к этой цели, а внизу те, кто от нее максимально близнеет. Пока мы ничего не знаем. Из того, что мы знаем из апологии, из Критона и из государства, конечно, он делит. Есть же блюзники к общению, конечно, он делит людей, конечно. Но опять же, знания не существует. По критерию добродетельности, естественно. И опять же, знания не существуют, но существует природа человека мужественные и мудрые. Это естественные добродетели, не искусственные добродетели. Иначе все добродетели были бы искусственными. И тогда разделения между людьми не было бы. И тогда можно было бы любого научить чему угодно. Мы приходим к тому, что существует какая-то природа. И причем, и по логике Сократа тоже. Нет, почему? Мы его учитываем как раз. Но это факт, который противоречит тому, что мы заявляем. Знания не существует, но существует знание человеческой природы. То есть уже какое-то знание. И все-таки знания есть. Смотрите, Сократ знает, что он ничего не знает. Все-таки он что-то знает. Все-таки он что-то знает. Давайте опять СЦ. Произнеся, она показывает нам такую длинную и превосходную речь. Остановитесь. Значит, теперь идет реманка Сократа. Сократ напоминает нам, что хотя протогор полу-речий обращался лично к нему, ты Сократ, тебе Сократ, для тебя Сократ. Эта речь все-таки была на показ. Хочет ли Сократ отвести внимание собеседника от того, что протокол сегодня обращается к Сократу, а не ко всем? Почему, если хочет? Потому что иначе получается, что протоколы Сократ слишком близки. Сократ рассказывает эту историю товарищу, чтобы отделить философию от софистики. Чтобы показать, что софисты – это люди лишние. А Сократ, как философ, он должен остаться. Но протогор говорит, мы с тобой одной крови. Я тебе, я для тебя, я с тобой. И Сократ должен отстраниться от него. Нет ли меня? Протогор делает это для всех. На показ. А можно сказать, но, в точке зрения Сократа и протогора, что в какой-то степени протогор прав, что они похожи? Конечно. Нет, тут даже нет никаких сомнений. Протокол замолк. А я уже давно не заворожен и все смотрел на него. Давно? Нет, с какого-то момента. Давно, значит, с какого-то момента. Протокол сделал ровно то, что Сократ хотел от него сделать. А. Он поддержал демократическую традицию Афин. Б. Оправдал лидеров. Оправдал Перикла. Сократ же наоборот. Сократ – полная противоположность этого. Сократ и недоволен народом, и недоволен Периклом. Следующий шаг. Что сделал протогор? Протоколр сделал ровно то, о чем предупреждал Сократ Гиппократа. Что он его зачаровал в своей речи. Он и Сократа зачаровал. Но важно. Он и специально дал ему произнести эту речь, не прерывая его, чтобы он всех зачаровал. Почему? Потому что когда Сократ сейчас начнет громить протогора, все останутся не очарованными, а разочарованными протогорами. С помощью этого Сократ собирается сделать что? Разбив протогора. Увести очарование. Очаровать алкивиада, конечно. Словно, он сейчас еще что-то скажет и боялся это пропустить. Когда же я заметил, что он в самом деле кончил, я как на силу очнулся и, взглянув на Гиппократа, сказал, как мне благодарить тебя, сына Паладора, что ты уговорил меня прийти сюда? Заметьте, Сократ ничего не говорит по поводу речи протокола. Никаких отрицаний, никаких замечаний. Он начинает заново. Вы увидите, что это одна из подметодик работы с речью. Он же скажет, что... Речь настолько длинная, что она сбивает Сократа с ног. Он не знает, за что схватиться. Поэтому вместо того, чтобы начать говорить что-то, связанное с речью, он дает себе время подумать, отвлекая внимание. Помните, он так сделает второй раз с Продиком. Когда Продокол произнесет длинную речь, еще одну поэзию, и Сократ будет говорить, я не знаю, что сказать собеседнику, товарищу, поэтому я прибегаю к помощи Продика. Мы с Продиком пока отвлекаем Продокола, пока я думаю, что сказать. Ровно так же и тут. Как мне благодарить тебя, сына Паладора, что ты уговорил меня прийти сюда? Сократ напоминает товарищу, что это все ради Гиппократа. Это же не Гиппократа говорила. Естественно, но товарищ-то уже об этом забыл. Вообще, очарованный? Нет, товарищ это тот, кто слушает Сократа, пересказ Сократа. Сократ напоминает товарищу. Я сюда пришел, причем я софист. Не потому что мне интересно, мне неинтересно. Нет, я пришел сюда ради замечания Гиппократа, сына Паладора. И заметьте, он еще подчеркивает, как мне благодарить тебя, сына Паладора? Сократ заботится о сыновьях. Продокола совращает сыновей. Сократ заботится о сыновьях. Но ты же знаешь, что на самом деле нет. Ну, товарищу-то надо объяснить не это. Нет для меня ничего дороже возможности услышать то, что я услышал от Продокола. Прежде я считал, что хорошие люди становятся хорошими не от человеческого повечения. А теперь я убедился в обратном. Итак, Сократ говорит нам, что теперь он поверил, что добролетелям можно научиться. Что она конвенциональна. Разве только одна мелочь мешает мне. Но ясно, что Продокол и ее без труда разъяснит после того, как разъяснил уже столь многое. Правда, если кто начнет беседу об этом же самом предмете с кем-нибудь из тех, кто умеет говорить перед народом, он, пожалуй, услышит речи, достойной Продоколии. Продоколии. Для любого другого из мастеров красноречия. Достаточно. Итак, разве только все. Я согласен, что добродетели можно научить. Как и говорит Продокол. Я согласен, что существует градация и так далее, и так далее. Но есть одна мелочь, которая мне мешает. Мы помним, что Сократ на самом деле не согласен ни с чем из этого. Отлично. И кого же он указывает? Правда, если кто начнет еще раз. Правда, если кто начнет беседу об этом же самом предмете с кем-нибудь из тех, кто умеет говорить перед народом, он, пожалуй, услышит речи, достойной Перикла, или любого другого из мастеров красноречия. Остановимся. Если упоминается Перикл, что мы ждем? Немедленно. Его мужа. Не, не, близко. Критику Перикла. Критику Перикла. Напоминаю, значит, Перикл это человек, который не смог обучить своих сыновей. И дальше. Что еще не может Перикл? Ну, но стоит. Но стоит обратиться к ним с вопросом. Они словно книги. Немые книги. Немые книги. Бывают не в состоянии не ответить, не сами спросить. Сократ говорит нам, чем он недоволен. Он недоволен длинными речами, как методикой обучения. И причина, это равно та же самая, по которой Сократ недоволен книгами, как методикой обучения. Перикл, длинные речи. Да, да, да. Ты должен обучать. Больше того, следующий шаг будет, когда протогор возьмется не за длинную речь, а за длинную речь в объяснении поэзии. Сократ скажет, что и трактовкой поэзии он недоволен, как методом обучения. Да, есть вопрос, какая методика обучения является наилучшей. И есть вопрос, какая методика обучения доступна Сократу. Короткий ответ. Мы увидим потом это позднее. Никакая методика обучения не удовлетворяет Сократа. Ни длинные речи, ни поэзия, ни маэфтика, ни диалектика, ни ирония на самом деле не являются приемлемыми методами обучения для Сократа. Сократ недоволен всеми этими методами. Вопрос не в том, какими он доволен, а какими нет. Вопрос в том, какие даются ему лучше. Диалектика, ни поэзии, ни поэзии даются ему лучше, чем длинные речи и анализ поэзии трактов Крайзен. Ну что же, задача Сократа заставить Протогора отвечать на короткие вопросы. Ну, перейти к диалектике. Поэтому Сократ сначала льстит Протогору, а потом указывает на проблему. А когда кто-нибудь переспросит хотя бы какую-то мелочь из того, что они сказали, они отзываются, словно медные сосуды, которые, если по ним ударить, издают долгий протяжный звук, пока кто-нибудь не ухватится, займи-ка руками. Вот так и бывает с ораторами. Даже когда их спрашивают о мелочах, они растягивают свою речь, как долгий пробег. А вот Протогор хоть и умеется, само собой ясно, говорить длинные и прекрасные речи, однако умеет и кратко отвечать на вопросы. А задавая вопросы сам, вы же даете, вы слышите ответ. Это дано очень многим. Вот, видите, какая лесть хорошая. Протогор уже показал нам, что он умеет длинные речи. Пусть он покажет нам, что он умеет в короткий вопрос, короткий ответ, да. И более того, конечно же... Вы слышите ответы. Да, и более того, это, конечно же, ирония, потому что кто приведет, например? Перикол. Перикол, конечно. Там, где Перикол, там всегда критика, там нет ничего хорошего. Сейчас, Протогор, мне не достает одной мелочи, но я получу все, если только ты мне ответишь вот что. Ты говоришь, что добродетели можно учить, а уж кому-кому. А тебе-то я верю. Достаточно. Открываете 328Е и смотрим, как Сократ вжет. Я это уже делал. Да, 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 все то же самое. Да, все еще мешает Сократу одна мелочь. И в 328Е он повторяет, мне не достает одной мелочи. То есть Сократ говорит, я убежден, а потом говорит, не, я не убежден. Я действительно как убежден. Да, 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 да. То есть смотрите, нет для меня ничего дороже возможности услышать то, что я услышал от Протогора. Прежде я считал, что хорошие люди становятся хорошими не от человеческого попечения. А теперь я убедился в обратном. И дальше. Но мне не достает одной мелочи. Мне не достает одной мелочи. То есть Сократ не верит Протогору, и он не убежден. Да, но одному я удивлялся во время твоей речи. И вот это пустое местечко в моей душе ты запомнил. Ты ведь говорил, что Зевс послал людям справедливость и стыд. И потом много раз упоминалась твоя речь о справедливость, рассудительность, благочестие и прочее в том же роде. Сократ напоминает, что с одной стороны Добродатель является божественной. Зевс послал людям справедливость и стыд. А с другой стороны вдруг появляется справедливость, рассудительность, благочестие и прочее в том же роде. Так словно это вообще нечто единое, то есть одна Добродитель. Так вот это самое, это мне и растолкует в точных выражениях. Если Добродитель нечто единое, а справедливость, рассудительность и благочестие ее части, или же все то, что я сейчас назвал, только обозначение того же самого единого. Вот что я еще жажду узнать. Итак, Протагор говорил о двух видах Добродетеля. Для всех и для мужей. Сократ это понял. Но раз он говорит о двух видах Добродетеля, значит он говорит о двух видах одного и того же. И потому задается вопросом, является ли Добродитель одним и тем же или чем-то разным? Что это значит? В чем проблема для Сократа-то? Не видите? Нет, если Добродетель это одно и то же, если она едина, то окажется, что нищий, безродный и уродливый может обладеть Добродетелью. Потому что Протагор говорит, что вообще-то настоящий Добродетелью может обладеть только богатый и родовитый юноша. Старый, нищий, безродный Сократ не может, следовательно, обладеть никакой Добродетелью в высоком смысле этого слова. Нет, но подождите, он же может ее обладеть, если обучится Протагора? Протагор не учит стариков, только юношей. Протагор учит за деньги, Сократ нищий. Он может нищим обучить, если тот пойдет в храм и всякое такое. Да, да, но, во-первых, придется вообще что-то платить. Помните, что задача-то как раз... Но тогда задача Сократа показать, что он более добродетельный, чем Протагор. И тогда... Это задело его? Нет, дело Протагора? Нет. У Сократа нет, нет. У Сократа нет стыда. Смотрите, чистолюбие и стыд идут вместе. У Сократа нет чистолюбия, вот потому у Сократа нет стыда. Но чистолюбие это же так, что нет. Умеренность. То есть стыд противопоставляется в умеренности. Ну, то есть как бы... Я понял. Нет, двойные противопоставления... Но это как бы тоже добродетельный умеренность. Если как бы Сократа не стыдал, то он не может быть умеренным. Умеренность не противопоставлена стыду. Но умеренность это то, что позволяет человеку не испытывать стыда. То есть не совершать постыдных вещей. То есть, в принципе, Сократа обладает умеренность? Мы пока не знаем. Еще раз. В противопоставлении идет неумеренность и стыд. А как раз таки умеренность и неумеренность. Неумеренность порой ведет к стыду, порой нет. То есть если вы, скажем, объедаетесь у себя дома и начинаете толстеть, то вас могут стыдить за это. Но если вы начинаете предаваться плотским утехам в большом количестве, вас не будут стыдить. Так я не об этом. Если я начну объедаться дома, и меня кто-то начнет стыдить, не факт, что мне будет стыдно за это. Да. Эти вещи могут совпасть, но они не идентичны. Вам может быть стыдно? Я имею в виду, если речь идет о добродетели, а Сократ нищий, уродливый. Старый, нищий. Да, да, да. И неблагородный. И неблагородный. То есть он со слов протокола не может быть полностью добродетельным. Да, не может достичь максимума добродетеля. Но если Сократ не может испытывать стыда, то есть в нем нет умеренности, значит он... Нет, 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 подождите, подождите. Умеренность и стыд – это разные вещи. Ну, значит, Сократ не добродетельный. Значит, протокол прав, что Сократ не может быть добродетельным. А, ну, получается, что да. С точки зрения... Так простите, его за это... Он же нечестивец. Его за это и казнят. То есть с точки зрения общества он не обладает даже вот этим вот минимумом. Потому что, помните, что говорит протокол? Все общество строится на благочестие. Нечестивцы – это главные враги благочестия. А не говоря уже про каких-нибудь страшных атеистов. Потому что нечестивцы не верят в наших конкретных богов. Атеисты вообще не верят в богов. Конечно, они являются угрозой для общества. И в этом смысле, если знание ведет к атеизму или к отрицанию богов, знание является угрозой для общества. И в этом смысле Сократ является угрозой для общества. Именно потому, что он распространяет знания, то есть созвращает молодежь. Распространяет знания незнания. Если нет знания о богах, значит, говорить о богах бессмысленно. Сократ так же, как и Протагор, понимает, что нужно прикрываться, работать под прикрытием. Да. Вопрос, как получилось так, что оба попались. Да. Но это другой вопрос, не тот, который мы можем сейчас обсудить. Это надо читать апологию, читать более внимательно, чем мы с вами. И это значит потратить на апологию еще столько же, сколько на Протагор. Да ведь это легко ответить, Сократ, сказал Протагор. Протагор уверен, смотрите, он уверен в себе. Это легко. Добродетель не едино, а то, о чем ты спрашиваешь, ее часть. Да. Если мы называем что-то добродетелью, то очевидно, что все, что входит в нее, является ее частями. А добродетель всего одна. Нужно? В таком лесенской части, сказал я, как вот части лица, рот, нос, глаза, уши. И мы же как части золота, которые нечаянно отличаются друг от друга и отцелы. Прямо как большую, либо меньшую величину. Итак, Сократ спрашивает важнейшую вещь. Совпадают ли, да, или разнятся. Проблема в том, что это вопрос с подвохом. Если добродетели, как части золота, то всякий, у кого есть часть золота, есть золото. То есть всякий, кто обладает одной добродетелью, обладает всеми добродетелями. Да, да. Проблема другая. Если добродетели, как часть лица, составляет ли хотя бы одна часть лица лицо? Нет. Нет. И, следовательно, если у человека нет всех добродетелей, то он не добродетелен. Да. То добродетелен он не будет. То есть Сократ фактически ставит протокол перед натринативой. Либо ты признаешь, что я добродетелен, как и все остальные, либо ты признаешь, что никто не добродетелен. А потому что протокол не верит, что мужество и мудрость, как он нам уже говорил, или справедливость и умеренность могут совпасть. Вопрос стоит так, чтобы на него уже нельзя было ответить. Да, да. Кажется мне, Сократ, что в первом смысле, как части лица, относятся ко всему лицу. И протокол отвечает, естественно, как он может. У Сократа нет добродетелей. Сократ не добродетелен. Потому что иначе... И всем не добродетелен. Только не... Да, да, да. Потому что иначе зачем нужно обучение протокол? Если у меня есть умеренность, значит у меня есть и справедливость, и мудрость, и мужество, и благочестие. И это легко доказать. Потому что что такое благочестие, что такое умеренность, как несправедливость в поступках. Что такое благочестие, как несправедливость по отношению к богам. И так далее, и так далее, и так далее. Но вы увидите это дальше. А получат ли люди эти части добродетелей? Один одну, другой другую? Или же тот, кто обладает одной, непременно имеет все? Угу. Никоим образом. То есть он еще, несмотря на то, что такой откресился от золота, он еще раз... Да, но теперь это немножко другой вопрос. Можно ли собрать в себе все части лица, чтобы получить лицо? Если по-настоящему добродетельные люди. Если все части добродетелей не составляют добродетелей. Если те, кто собрали все лицо, собрали пазов. Никоим образом. Таких людей нет. Потому что ведь многие бывают мужественны, а между тем они несправедливы. И опять-таки другие справедливы, но они не мудры. Достаточно. Понимаете, о чем они отличаются? Такие люди есть. Но у большинства нет совпадений. Он считает себя за тех, у кого есть? Он да, потому что он уже сказал нам, что он объединил мужество и мудрость. Но смотрите, он явно умеренный, но он несправедливый. Так стоп, то есть он сейчас признал, что нет полностью добродетельных? Нет, он сказал многие. Ведь многие бывают мужественны, а между тем несправедливы. То есть владение одной частью не означает владение всеми частями. То есть как бы нестаянная идеология, если у тебя нет глаз, это еще не значит, что у тебя нет лица. Нет, наоборот. К этому Сократа подталкивает. Это значит, что ты не сказал. А получают ли люди эти части добродетели? Один одну, другой другую? Или же тот, кто обладает одной, непременно имеет и все? Части добродетели – это не добродетели уже теперь. Да. Никоим образом. Потому что ведь многие бывают мужественны, а между тем они несправедливы. Или опять-таки другие справедливы, но не мудры. То есть они не добродетели? Да, да, да. Никто, практически никто не добродетелен в высшем смысле этого слова. Это потому, что Сократ не оставляет ему выбора. Либо добродетель доступна для всех, либо она недоступна практически не да. А ведь он говорил о градации. Помните, это ведь большая разница. Кто-то более. То есть это не как счастье лица, а как загрузка, знаете, файла лица. Да, вот как-то так. То есть кто-то обладает половиной лица, кто-то обладает третью лица и так далее. А не только носом. Так значит, сказал я, и мудрость, и мужество – это части добродетели? Совершенно несомненно. Смотрите, их не было, мудрости не было вообще. Мужество было, но оно нигде не называлось мужеством. Сократ заставляет Платагора добавить к трем его добродетелям политическим еще две. Он не называл это мужеством нигде. Притом мудрость – величайшая из частей. О чем мы уже говорили. И я отправляю вас к первой книге «Государство», которую мы читали. И напоминаю вам, соответственно, что мудрость является высшей частью, что она противопоставлена с мужеством, что она является естественной и неестественной, поэтому недоступна для всех. То есть то, о чем Платагор не говорил вообще, является величайшей частью добродетели. И каждый из них есть нечто особенное, да. И назначение… То есть каждый из них является нечто особенное, значит, что они разделимы между собой, различные и разделимы. Ну и правда, нос и уши – это не одно и то же. Глаза и рот – это не одно и то же. И более того, вы можете вполне себе спокойно отделить одно от другого. И Платагор снова соглашается. Да, и назначение каждой из них имеет свое собственное. Как и части лица. Не назначение, а способность или функцию. И каждая обладает отдельной способностью, как и части лица. Но и правда, нос отвечает за запах, глаза – за зрение, уши – за слух, рот – за вкус. Ведь глаза – не то, что уши. Назначение у них не то же самое. Из остальных частей ни одна не похожа на другую, ни по своему назначению, ни по всему остальному. Но так же не разнятся и части добродетели, как сами по себе, так и по своему назначению. Разве не ясно, что это так, если действительно они сходны с тем, что мы привели пример? Да, это так, Сократ, согласился Протагор. А я на это сказала. Значит, ни одна из частей добродетели не совпадает ни с познанием, ни с справедливостью, ни с мужеством. Но познание ни с мудростью, ни со справедливостью. Ни с мужеством, ни с рассудительностью, ни с благочислим. Ну, рассудительность тоже замените. Ни с умедленностью. Ни с умедленностью, ни с благочислим. Ага, что мы должны знать? Что в центре? Мужество. Нет, тут нет ничего, их пять. В центре только мужество. Мужество, мужество. Ни одна из частей добродетелей не совпадает ни с познанием, ни со справедливостью, ни с мужеством, ни с рассудительностью, ни с благочестным. Так, почему он не мужество? Для этого надо открыть первую книгу Государства и снова напомнить себе. 495-я страничка. Но нас будет интересовать не собственно 495-я страничка. С самого начала. Тиммей, Критий, Гермократ. Этот разговор происходит на следующий день после разговора, который происходит в государстве. Один, два, три. А где же четвертый из тех, что вчера были нашими гостями, любезно Тиммей, а сегодня взялись на мусору и трапезу? С ними приключилась Сократ какая-то хворь. Уж по доброй воле он ни за что не доказался бы от нашей беседы. Если так, не на тебя ли и вот на них ложится долг восполнить и его долю? О, разумеется, и мы сделаем все, что в наших силах. После того, как вчера ты, как подобает, исполнил по отношению к нам долг гостеприимства, с нашей стороны было бы просто нечестно не приложить усердие, чтобы отплатить тебе тем же. Так, но помните ли вы, сколько предметов и какие именно я предложил вам для рассуждения? Итак, диалог начинается с того, что они пытаются вспомнить, о чем именно было государство. Да. И это решающий момент, потому что они вспомнят. Сократ расскажет им, о чем именно было государство. И поэтому он расскажет нам, о чем именно было государство. О чем было государство, как нам кажется? Нам кажется, что государство было о справедливости. Сократ пытается изобразить справедливый порядок, тем самым объяснив нам, что такое справедливость. Нам кажется, что государство было о правильном политическом порядке. Кто стоит во главе этого порядка? Царь и философы. Поэтому нам кажется, что это рассуждение было посвящено тому, как создать правильный политический порядок, во главе которого станет царь и философ. То есть посвящено царям и философам. А теперь мы послушаем, что же говорит Сократ по поводу того, что же было вчера. Если я не ошибаюсь, главным предметом моих рассуждений вчера было государственное устройство. Каким должно оно быть и каких граждан требует для своего совершенства. Так, Сократ, и описанное тобой государство всем нам очень по сердцу. Не правда ли мы начали с того, что отделение искусства землепашцев и прочих ремен от сословия, предназначенного защищать государство на войне? Да. И определив, что каждый будет иметь сообразно своей природе подходящий лишь ему род занятий и лишь одно искусство, мы решили. Те, кому придется сражаться за всех, не должны быть ничем иным, как только стражами города, против любой обиды, чинимой извне или изнутри. Им должно кротко творить справедливость по отношению к своим подчиненным и к друзьям в природе, но быть суровыми в битве против любого, кто поведет себя как враг. Совершенно верно. Притом мы рассудили, что по природе душа этих стражей должна быть и пылкой, и в то же время по преимуществу философической, чтобы они могли в надлежащую меру вести себя и кротко, и сурово по отношению к тем и другим. Да. А как быть с воспитанием? Их нужно упражнять в гимнастических, мусических и прочих науках, которые им приличествуют. Не правда ли? Еще бы. А еще мы говорили, что когда они пройдут все эти упражнения, они не должны считать ни золота, ни серебра или чего-либо иного своей собственностью. Вместо этого они будут получать от тех, кого они храняют, содержание с размерным их скромным нуждом и тратить его сообща, кормясь все вместе от общего стола. Они должны непрерывно соревноваться в добродетели, а от прочих трудов их надо избавить. Именно так оно и было сказано. Речь зашла и о женщинах, и мы решили, что их природные задатки следует развивать примерно так же, как и природные задатки мужчин, и что они должны делить все мужские занятия как на войне, так и в прочем житейском обиходе. Да, так было решено. А как с произведением потомства? Это уж, наверное, хорошо запомнилось по своей необычности. Не правда ли речь шла о том, что все, относящееся к браку и деторождению, должно быть общим? И мы хотели добиться того, чтобы никто и никогда не мог бы знать, какой младенец родился именно от него, но каждый почитал бы каждого родным в себе. Те, кто родился недалеко по времени от него самого, за братьев и сестер, а старших и младших, соответственно, либо за родителей и родителей родителей, либо же за детей и внуков. Да, это в самом деле легко запомнить, как ты говоришь. Затем мы сказали, как ты, может быть, помнишь, что ради обеспечения, возможно, лучшего потомства на должностных лиц обоевого пола возлагается обязанность устраивать в браке посредством хитрости сожребиями. Так, чтобы лучшие и худшие сочетались бы с равными себе, и в то же время никто не испытывал бы ни удовольствия, но все полагались бы, что этим распределилась судьба. Да, я припоминаю. Далее. Дети лучших родителей подлежат воспитанию, а дети худших должны быть тайно отданы в другую часть города. А когда же они войдут в возраст, правителям надлежит следить и за теми, и за другими, и достойных возвращать на прежнее место, а недостойных отправлять на место те, кто возвращен. Не так ли? Да. Что же, любезный тиммейк, удалось ли нам вкратце восстановить ход наших вчерашних рассуждений, или мы что-нибудь упустили? Да нет, Сократ, ты перечислил все, о чем мы говорили. Достаточно. Итак, диалог государства. Огромная книга государства посвящена кому? Воспитанию. Кому? Стражам. Стражам. Ничего, кроме стражей, жизни стражей, воспитания стражей, обихода стражей здесь нет. Какую добродетель представляет стража? Мужество. Мужество. Вот ответ на вопрос, какая из них важнее. Для этого, конечно, надо читать государство отдельно и слышать о том, что Платон прекрасно понимает, что люди с оружием и решают, какой будет строй. И никто больше этого не решает. И потому мужество является более важной частью, чем мудрость. Более важной добродетель, чем мудрость. У вас было замечание, Руцефеликса. Ну, я просто подумала, что, может быть, все-таки мудрецы важнее. Вот, ну, стражей, философы. Ой, не стражей, философы, да. Потому что они же могут навязать какое-то мнение, то есть мужественных, грубо говоря, косвозь на рожон. Их будет не жалко. И также они смогут образовать новое, ну, не поколение, а новых мужественных людей. То есть они будут всегда в голове, философы. Но это... Мужественные используются просто как... Я понял вас, да. Но проблема, как вы видите, в том, что Платон с вами не очень согласен. Хорошо. Если у вас нет вопросов, давайте мы остановимся на... Где мы остановились сейчас? Подождите, я посмотрю. 220С. Да, 220С. Какова каждая из частей, да? И мне тоже сказал вот так вот. Хорошо. Достаточно на этом. Это логически можно поставить здесь точку. Есть ли какие-то вопросы по тому, что сегодня мы прошли? Нет.